Но мне кажется, более банального способа обновить дверь я еще не видела. Зато вертушка прикольная получилась. Сегодня обновим старую, разбухшую в множественных местах дверь, создадим дизайнерскую вертушку на ручку и восстановим старый убитый деревянный порог. Дверь в этой ванной выглядела вот так. На ней было множество царапин, мелких коцок. Со временем туда попадала влага, и они разбухли в этих местах. Сама коробка выглядела ничуть не лучше, и на ней к тому же было немало вмятин. Мне пришлось все это дело хорошенько зашкурить. Сначала я подумала, что легко справлюсь вручную с роковой шкурочкой, но потом поняла, что руки у меня отсохнут. Поэтому взяла ленточную шлифмашинку. И там, где можно было ей подлезть, я тщательно все содрала, обеспылила влажной тряпкой и затем замазала акриловой шпаклевкой по дереву. Дальше все это нужно было снова зашкурить и хорошенько зашлифовать, иначе бы было видно после покраски. И здесь уже ленточной шлифмашинкой я бы точно не справилась. Не подходит она для таких целей. Поэтому пришлось шкурить все вручную. И скажу я вам, засохшая шпаклевка, жесть какая твердая! Руки у меня, конечно, отвалились в конце. Поэтому для таких целей лучше использовать, конечно, такие компактные машинки. Эксцентрические. И, естественно, ими гораздо получится и ровнее, и аккуратнее, и удобнее. Я тут недавно на правах блогера разжилась несколькими помощниками в моем нелегком творческом деле от фирмы Redberg. Ты решил себе его загробастнуть? Ну уж нетушки, 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 этого нет. Конечно, прежде чем согласиться, сначала я посмотрела отзывы. У них на сайте оказалась ссылка на Озон, что очень даже хорошо, потому что я всегда покупаю материалы и инструменты, только основываясь на отзывы, поскольку опыта у меня в этом нет. Те модели, которые мне нужны, отзывы очень даже неплохие. Надо брать. Да, Тимох? Сейчас, смотрите, прям вместе с вами протестируем ее, потому что я впервые сейчас буду ее пробовать тоже. Придумала ванную такую штуковину. Я потом вам покажу, что это такое, когда доделаю. В общем, это МДФ-панель обычная. Я вот ее распиливала вручную, блин. Почему у меня раньше не было лобзика? В общем, это же пластик сверху этих панелей, и мне надо его зашкурить, потому что я хочу здесь зашпаклевать, сделать, ну, такую фактурную штукатурку. У нее есть такой вот пластиковый контейнер, пылесборник, но я хочу все-таки подключить к пылесосу. Кстати, пылесос у меня промышленный, кто там боялся за мой пылесос? Сейчас подключим и проверим ее в деле. Так, а как она сюда подключается? Вот так, что просто? Или как? Или надо вот эту штуку снять? Блин, сейчас сломаю, меня муж потом прибьет. Все-таки сняла, нашла как подсоединить пылесос, и есть вот такая насадка специально. В общем, сейчас ее сюда, а эту сюда. Тут вот в наборе вместе с машинкой три кружочка, а вот сейчас как раз шестидесяточкой и зашкурим. Ну вот здесь, может быть, не видно на пластике, да, но вот было гладко, стало не гладко. Она уже радует. Сейчас давайте проверим, знаете, на чем? Вот эти деревяшки, я же их склеивала клеем, и вот клей надо тоже отшкурить. Здесь отодрать. Плюс еще неровные переходы. Я вот одну же деревяшку вручную фигачила. Это было очень долго. Сейчас попробуем, как получится с машинкой. Вот представляете, вот это я вручную, я не знаю, сколько часов я потратила, и 10 минут. Представляете, с какой скоростью я теперь буду вытворять свои безумства. Еще знаете, что интересно? Видела в одном обзоре там разных машин эксцентрических, говорилось, что у хорошей машинки можно прям пальчиком во время работы остановить кружение, вот это вот карусель. Давайте проверим, что интересно. У меня вот здесь вот на тройке сейчас стоит, я, если честно, не помню, на всех скоростях это или нет. Может, вы знаете, подскажете? Сейчас на тройке попробуем. Шучу, конечно. Не переживайте, я знаю, что многие из меня переживают. Все в порядке с моими пальчиками? Все, все в порядке. Так что видите, прикольно. Ну, в общем, на самой большой скорости, на шестерке, я, конечно, не остановлю. Остановлю, хотя в перчатке можно было бы попробовать, но пришлось бы сильно надавить. А на тройке, да, ну, с нажимом она останавливается. Хорошо это или плохо, я не знаю. Почитайте в интернете. Я просто вас развлекаю здесь. Если честно, конечно, словами не передать, как я счастлива. Такое со мной случилось впервые, я считаю, что заслужила. Ну что, стены, доски, берегитесь. Вот уже почти полгода создаю для вас сама свои видео. Помощников у меня нет, и это огромный труд. Поэтому я с радостью принимаю в свою жизнь такую награду. Ну, а вам оставлю ссылочки в описании. Тем более сейчас большие скидки к грядущему дачному сезону. Я и так счастлива была. Теперь в три раза счастливее буду. Но у меня на тот момент не было такой классной машинки. Зашкурила и зашлифовала я все в итоге вручную. И дальше загрунтовала дверь. Использовала специальную адгезионную грунтовку по дереву. Дверь мне изначально не хотелось сделать какой-то вычурную, потому что в ванной я сделала фактурную штукатурку. Но и гладкое окрашивание меня тоже никак не устраивало, потому что однажды я уже с этим научилась, делая это совсем непростое. Поэтому решила сделать небольшую неброскую фактурку наипростейшим способом, с помощью жесткой кисти. Причем делать я это начала уже на этапе грунтовки, просто нанося ее сверху вниз максимально ровными линиями. Краску я использовала матовую и специально ее не разбавляла, чтобы она оставалась густой. Здесь важно не создавать резких наплывов. Этот способ помог мне замаскировать все неровности и создать нечто вроде фактуры тысячи линий, но при этом она получилась совсем неброская. Также загрунтовала всю коробку и затем нанесла краску, которой красила стены. Снаружи дверь просто закрасила валиком, там она не была такой разбухшей, и затем прошлась 240-й шкуркой, чтобы убрать все шероховатости. Вот так бы дверь выглядела без шкурения, и после шкурения она приобрела более такой ровный матовый оттенок. Там, где я сделала фактуру, дополнительно прошлась 40-й шкурочкой, особенно в местах, где положила слишком много краски или сделала толстые наплывы. И чуть-чуть также пригладила 240-й, чтобы на ощупь дверь была гладкая. Вот что в итоге получилось. Так мне нравится эта фактурка. Вот они, тысячи линий, только сделанные краской. Очень здорово. Смотрится, но... Есть одно но. Если я сейчас выключу освещение, под которым я это все делала, то, как видите, в темноте нифига им еще не видать. Притом освещением, которое имеется в этой ванне, что есть фактура, что ее нет. Вот как-то так. Ну а что, главное, я знаю, что она тут есть. Теперь вы тоже знаете. Изначально дверь просто покрасила краской, моющейся краской для стен. И думала, что этого как бы достаточно, что можно будет легко им потом мыть. Но нифига. Вот особенно бюджетные краски, вот эти моющиеся, они смываются вместе с собой. Поэтому в итоге я потом покрыла лаком. Где-то через месяц эксплуатации покрыла лаком. Тем же, которым покрывала тут полки и стену полосатую. И в принципе мне нравится уход. То есть сейчас ее легко можно протереть, помыть, какие-то там капли руками грязными залапала. Вообще никаких проблем. Насколько, конечно, этого лака хватит, ничего не могу сказать. Потому что раньше я его никогда не использовала. Это впервые в моей жизни случилось. Но, по крайней мере, ухаживать при этом легко. Вот вы спрашиваете, как ухаживать, например, за стенами, за штукатуркой. Как покрываете лаком, если не хотите, чтобы блестело матовым, и легко можно также мыть тряпочкой, протирать все. Никаких проблем с этим абсолютно нет. Ну и теперь пришло время создать вертушку на ручку. Старая потерялась давно куда-то. Да и выглядела она не особо привлекательно. И я решила немножко заморочиться, создать что-то уникальное и дизайнерское. Но при этом также максимально простое. Взяла втулку от туалетной бумаги, отрезала ту ширину, которая мне была нужна. И затем, замочив кусочки бумаги в ПВА-клее, разведенным с водой, здесь я использовала именно столярный клей, он максимально прочный, поместила внутрь этой втулки и оставила до полного высыхания. Дальше смешала опилки с ПВА-клеем до пастообразного состояния и замазала с обеих сторон, чтобы создать максимально ровную поверхность. Снова подождала до полного застывания. В принципе, можно было вылепить всю вертушку из опилок, затем это все тщательно зашкурить и покрасить. Но я решила использовать пластичную гипсовую массу. Думала, что так будет побыстрее, но если честно, теперь я в этом не уверена. Ну а с другой стороны, пластичная масса позволяет вылепить что угодно. Поэтому, если у вас есть задумка сделать ручку не круглой формы, а какой-нибудь еще, или может быть даже витиеватой, то пластичная масса это то, что вам нужно. Я немножко лишнего положила опилок, поэтому пришлось шуруповертом подправить отверстие. Ну а дальше, чтобы оно точно по форме подходило к механизму, я обработала внутри отверстие тем же столярным клеем и добавила внутрь пластичную массу. Чтобы не пришлось потом металл очищать от пластичной массы, я сначала его покрыла пищевой пленкой. Вставила механизм в отверстие и оставила до полного застывания. Дальше приступила к декорациям. Раскатала из пластичной массы лепеху и обклеила ей ручку. Изначально планировала просто ровную гладкую поверхность создать, но из-за того, что не домесила массу, сделала ее слишком мягкой, мне не удалось идеально ровно ее расправить. В итоге она собралась с кладками как-то так красиво и художественно, что я решила оставить. А что? Я художник? Я так вижу? Зашкурила только торцы от 60 до 240 наждачки. И после этого можно уже красить. Но сначала все-таки хочется примерить к месту. Ну, все работает. Тогда продолжаем. Красила я той же краской, что и дверь. Матовая краска создает такую шуршавую поверхность, поэтому я ее немножко прибрала 240-й шкурочкой. Ну и осталось только покрыть лаком, после чего можно сажать на дверь. Здесь я добавила в отверстие еще немножко пластичной массы, чтобы вертушка максимально плотно прилегла к механизму и сразу же насадила на дверь. Ну, вот, собственно, и все. Сутки прошли, можно проверить. Все работает. Смотрится шикарно, как по мне. Ну и ручку менять не надо. А как вам такое решение? Интересно очень. Поделитесь вашим впечатлением. Дорогие мои подписчики, мне так хочется всех вас прям очень сильно отблагодарить. Миллион вам сердечек просто от меня за ваши комментарии, за то, что поддерживаете, приятные и добрые слова мне пишите. Очень бы хотелось отвечать на каждый, каждый комментарий, но просто физически я не успеваю. Но мне хочется, чтобы вы знали, что я все читаю. Абсолютно все. И всем вам благодарна. На какие-то успеваю отвечать, на какие-то нет, но, пожалуйста, не обижайтесь. Если я буду отвечать на все ваши комментарии, я не смогу вот это все делать и вам показывать и снимать новые видео. Ну, просто я не знаю, как мне разорваться. Спасибо вам огромное. Ну, и теперь осталось поговорить о пороге. Вот выкорчевывать вот это все и полностью менять, ну, совершенно история не для меня. Во-первых, чтобы его поменять, надо где-то взять другой, старый демонтировать, новый вмонтировать. Я же решила пойти по более простому для меня пути. Просто восстановить тот, который есть. Сначала отбила весь лишний цемент, затем стамеской содрала верхние слои масляных красок, намешала опилок со столярным клеем. Я уже использовала этот метод при реставрации тумбочки, у которой был отгрызан целый угол. И скажу вам это супер прочно. Массу нужно сделать такую, чтобы ее удобно было размазывать как шпаклевку. Дальше для лучшего сцепления смазывала порог клеем и накладывала приготовленную массу. Дальше даем высохнуть не менее суток. Так, у меня прошло уже пару месяцев, было некогда с того момента, как я все это замазала. Сейчас блестит, потому что помазала клеем ПВА. Все-таки 2 месяца долгий срок, чтобы прибить всю пыль и я не буду дожидаться, пока он высохнет, потому что, наоборот, будет более прочное сцепление. Сейчас сразу буду накладывать шпаклевку вот такую. Она у меня осталась, прям полно осталось, полбанки после того, как я сделала вот эти рамы. Видео есть на моем канале, ссылочку приложу вам. Я их делала из дерева и покрывала эпоксидкой. Получилась очень классная, стильная перегородка. И дешевая, к тому же. Ну что, поехали. Ну, здесь ничего особенного. Размазываем шпаклевку, максимально выравниваем поверхность и затем все это дело зашкуриваем. Шпаклевку по дереву у меня была бежевая и чтобы не тратить много краски, я дала еще финишный слой белой шпаклевкой. Так, ну вот, сошкурила второй раз. В принципе, все так и оставляю. Сейчас еще пройдусь 150-кой и 240-кой, чтобы более гладкая была поверхность. Вот, и покрашу все это дело потом той же краской, что дверь красила и вот таким лаком покрою. У меня остался, после того, как я мебелью занималась, дурочка, поставила его вверх ногами и он у меня вытекал. осталось совсем прям чуть-чуть там на дне, как раз хватит на порог. Вот, у меня только есть опасения, что он будет желтеть. Ну, посмотрим. Он прочнее, чем тот, которым я открывала дверь. Ох, вот я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я намазала лаком. Мне кажется, уже месяц, наверное, я, видите, уже начала готовиться к вкладке пола. Вот, все нормально, как видите. Тут уже можно мыть затвердел. Лачок. Лачок.